Ну а в первой паре у нас собрались аутсайдеры, молодые Мишель Урик, 22-летняя и 19-летняя Каролина Гошечко. У обеих девушек в этом году нет результатов быстрее 2 минуты 2 секунд, но Мишель Урик в Калгаре в свое время в декабре 17-го года бежала 1,58. Ну для обеих, конечно, для Гошечки это первый старт на взрослом чемпионате. Урик уже не первый сезон в немецкой сборной, но пока, в общем, конечно, о славе Гунде Нимана, Анны Фризингер, ну и более давних поколений немецких конькобежек ей остается только мечтать. Но Мишель Урик поактивнее начала дистанцию, правда, в общем, ничего особо не выиграла на этом, на чистоте своих движений. Достаточно спокойно Каролина Гошечко продвигается по дистанции, достаточно неплохое у нее попадание в отталкивание, по крайней мере, пока на первых кругах, на первой части дистанции. Даже видно, вот, насколько темп движения различается, но, правда, сейчас и Урик не стала так чистить, и снова ровный круг, ровная борьба. Да, накануне Гошечко была 15-й на 500-метровой дистанции, и на 3-х километрах также 15-е предпоследнее место заняла, опередив там Мишель Урик, но Урик была 14-й на 500-ке, но сумма у нее чуть хуже. Правда, разница очень-очень небольшая, меньше одной сотой балла, так что вот сейчас Урик имеет возможность, если выиграет в этом забеге, эти сотые балла в сумме многоборья как раз и отыграть. Но, понятно, что никакой речи о том, чтобы отобраться на 5 километров, не идет, хотя, наверное, Гошечко, может быть, и помечтала бы. Она в ноябре обновила неофициальный рекорд своей страны в беге на 10 километров. Ну, это, в общем, такое небольшое шоу было, но приятно, что молодые спортсмены не боятся бегать вот такие вот длинные дистанции. Для девушек 10 километров, конечно, это невероятное испытание. Ну, Урик выиграла, здесь выиграла достаточно прилично, больше секунды, ну и, соответственно, вот сумма у нее на практически 3 десятых балла становится лучше. Ну, что ж, вот в таком соотношении сил они и закончат этот чемпионат. Для вот этих девушек чемпионат Европы уже завершился. Ну, и 16 человек всего было заявлено на этот чемпионат у девушек классическом многоборье, и, соответственно, 8 уже закончат. Сейчас этот чемпионат 8 отберутся на заключительную дистанцию. Немного шансов продолжить чемпионат и вот Саски Алусалу. Ну, понятно, что опередить Гошечку Урик им будет легко. Софи Каролин Хоген. Ну, их личные достижения, в общем, вполне себе сравнимы с предыдущей парой. Алусалу 2.00.64, Хоген 1.59.06. И в этом сезоне в Херенвене Алусалу пробежало 2.00.2.04 и Хоген Вабихир 2.00.2.18. Но Саске Алусалу давненько не удавалось закончить, пробежать полную дистанцию многоборья. Все четыре дистанции, поэтому ее личный рекорд в сумме многоборья, такой, ну, практически из ледникового периода. 198 баллов 2010 года. То есть спортсменке было 16 лет. Вот тогда она этот рекорд и установила в декабре 2010 года. Софи Каролин Хоген. Вчера 13 место на пятисотке и 14 на трех километрах. Алусалу была последней на пятисотке, но, в общем, неплохо провела забег на 3000 метров. Практически хороший темп, практически до конца дистанции держала, буквально на последние где-то полтора круга. Ее не хватило. Но здесь мы видим, что Хоген немножечко поактивнее, поинтенсивнее. Но другое дело, что высота этого катка 1200 метров, это может привести к определенным осложнениям на финише. И вот сейчас сравним скорость круга. Может быть, Алусалу уже и подравнялась по скорости прохождения дистанции. Нет, чуть-чуть еще проигрывает 35 сотых. Но сейчас малым кругом, сейчас посмотрим. Алусалу нет. Алусалу как раз выходит вперед. И еще спину подставляет своей сопернице, та с удовольствием отсиживается. Рекорд катка достаточно давний на этой дистанции. Рейнвюст установила его еще в 2007 году, также на чемпионате Европы. 1,56 и 78 сотых секунды. Поэтому, конечно, вот об этих результатах, таких результатах девушкам приходится только мечтать. Хоген выигрывает у Алусалу, выигрывает в целом. Но вот последний круг они сделали вровень. Но и Алусалу, правда, удерживает лидерство в сумме трех дистанций. Относительно Софи Кролинхоген. Третья пара. И здесь Роксан Дюфтер и Никола Сдрахалова. Ну, вы видите их личные рекорды и то время, которое надо показать, чтобы опередить соперниц в сумме многоборья. Но, учитывая то, что как бы по турнирной таблице снизу вверх идем, понятно, что несложные задачи стоят перед этими девушками. И так, в общем, понятно, что 2,09 и Дюфтер и Сдрахалова должны бежать совершенно спокойно. Сдрахалова вчера была пятой на пятисотке, тринадцатой на трех километрах. Дюфтер, наоборот, лучше пробежала более длинную дистанцию. Двенадцатое место на пятисотке. И восьмой она стала на дистанции 3000 метров. Ну, я не думаю, что Дюфтер представляет собой опасность для Елизаветы Козелиной с точки зрения суммы многоборья. Но начинают девушки пободрее, естественно, особенно Никола Сдрахалова. Понятно, что, в общем, на первой части дистанции Сдрахалова будет лидировать. Ну, и ей в помощь еще, конечно, более компактная, более низкая посадка. Здесь все-таки ветерок задувает, несмотря на то, что вот вчера по телевизионной картинке было ощущение, что прямо тишь да гладь. Но открытое пространство, и ветерок все-таки есть. И ветерок порой неприятный, который спортсменов тормозит. И, в общем, судя по отзывам спортсменов, 200-250 метров на круге ты работаешь против встречного ветра. Норвежцы в Твиттере много писали перед этим чемпионатом, что очень хочется солнышка во время чемпионата и ветра в спину. Но вот солнышко есть, ветра в спину, наверное, не будет. По флагам, кстати, видно, вот на переходной прямой ветер в спину, а на прямой старт-финиш как раз в лицо. Твиттер спокойно ушла вперед, и, в общем, выигрывает этот забег. Хотя, вот посмотрите, как ее мучает лактат на последнем круге. Но, тем не менее, посмотрите, 2 минуты и 72 соты. В общем, очень достойный результат у Роксан Дюфтер и Никола Сдрахалова. Но Дюфтер довольна. Довольна, но я думаю, что по плечу будет вполне этот результат Елизаветы Козелиной. Именно с таким вопросом я обращаюсь к присоединившемуся к нашему репортажу Евгению Лаленкову, который много раз проходил дистанции и классических многоборных чемпионатов, и спринтерских. Поэтому, в общем, эксперт у нас самый что ни на есть знающий. Жень, добрый день. Всем добрый день. Добрый день, уважаемые любители конкурежного спорта. Рады вас в очередной раз приветствовать на втором дне чемпионата Европы в классическом многоборе и спринтерском многоборе. Безусловно, думаю, что Елизавете Козелиной доступны эти секунды, потому что я видел, как Елизавета с Евгением бежали сейчас на отборе на чемпионат Европы. Очень ровная борьба была. Да, на призе Шавырина, да. Вот, и там был результат показан по 1,57, 1, и у Елизаветы Козелиной Евгении 1,57, 4. В общем, ну, вот тот уровень результатов, который был показан вчера спортсменами, он говорит о том, что лед достойный. Лед, ну, не совсем как под крышей, скажем так, да, как в накрытых стадионах, но скорости приличные. Ну, достаточно жесткий лед, и, в общем, солнышко как раз, ну, не влияет, так, с точки зрения того, чтобы растопить лед. Ну, две норвежки, и Даньятун опытная, и дебютанты норвежской сборной Рагне Виклунд отправились на дистанцию. Даньятун, в общем, достаточно ровно, 6-е и 9-е место, соответственно, на 500 и 3000 метров пробежал Виклунд. В общем, тоже там прошлась по личным рекордам, и по Season Best 8-е и 10-е место она заняла. Ну, вот они как раз 9-е и 10-е место сейчас занимают, и как раз они могут претендовать на то, чтобы спорить с Елизаветой Козелиной, прежде всего, за место в восьмерке. Ну, вот там еще, конечно, будет учитываться то, что у Лизы лишь 12-е время на 3-х километровой дистанции. Не очень здорово, в общем, это может ее подвести. Но давайте посмотрим, сейчас все увидим сами. Итак, Ньятун, посмотрите, чуть медленнее, чем Виклунд сделала круг. И, соответственно, перевес ее падает, и перевес относительно предыдущей пары. Роксан Дюфтер той же. Тяжеловато уже бежит Ньятун. И, в общем, в этом сезоне явно не в лучшей форме она находится. Ну, посмотрим, что будет в феврале-марте. Хотя был уровень, был уровень у Иды Ньятун, напомню, да, в свое время. Но и можно вспоминать, как она на чемпионате мира полуторку вообще выигрывала у всех. А здесь, ну, в общем, еле-еле даже из двух минут не выбежала. 2.00.15, да, на 57 соток. Дюфтер обыграла, но последний круг 33.4. В общем, и Виклунд, ну, практически так же выглядела по сравнению с лидером сборной вполне себе достойно. Ну, норвежки пробежали, вот, скажем так, нижняя восьмерка свои выступления провела. И мы теперь ждем, как побегут наши девушки. Полуторка, в общем, всегда считается ключевой дистанцией для классического многоборья. Она может многое определить. Ну, и волнительный момент Евгения Лаленкова и Елизавета Козелина на старте. Девушки наши как-то, в общем, ежатся, ежатся от ветерка. Ну, вот, посмотрите, личный рекорд Лизы 1.55. 2.01. Ей надо бежать, чтобы выйти в лидеры по сумме многоборья. Ну, и, похоже, результат у Лаленковой. Итак, пятая пара Евгения Лаленкова и Елизавета Козелина на дистанции 1500 метров. Важный забег с точки зрения многоборья нашей девушки. Принципиальный, я бы сказал. Принципиальный в споре между ними. Ну, может быть, конечно, но я думаю, что здесь они должны заточиться прежде всего не на борьбе друг с другом, а на результате. Ну, да, была похожая ситуация сейчас вот на призе Шавырина. Честно говоря, Елизавета разгонялась тоже с большой дорожки. И там разгон был 25.5, и Евгения 26.2. Ну, в общем-то, вот, похожая ситуация. Я вот сейчас, даже сейчас по разгону по Евгению вижу, что она чуть покойнее разгоняется, потому что в Коломне это было чуть-чуть, скажем, волнительнее, чуть нервнее. Вот, Елизавета чуть посильнее оказалась на финише. Вот, сделала финишный круг быстрее в Коломне. Сейчас посмотрим, как она сейчас здесь с этим справится. Да, лед непростой, с которым надо работать. Что касается Лизы, ну, она, в общем, даже удивительно, что проиграла 500 метров. Я думал, даже выиграет. Но вот Антуанет де Йонт невероятным образом ее на 7 сотых, на 5 сотки опередила. А трешку Лиза сказала, что могла бы бежать быстрее, особенно если бы была более серьезная соперница в паре. Но опыта, в общем, немного у Лизы многоборных соревнований. Поэтому, впрочем, и у Жени его немного, потому что, несмотря на то, что она постарше, но она все-таки много пропускала. Пересекла линию, очень опасно на грани пересекла линию. Ну, а разовая напрямую, в общем, это не считается. Это не берут в расчет. Хотя, в общем, да, внимание обратить надо. Выигрывает в паре Елизавета? Да. Уже сейчас. Ну, и самое главное, что бегут они близко к графикам предыдущей пары. И надо вот поработать концовку, чтобы опередить Ида Нету. Да, ну, замечательно пробежали, потому что выиграли много у предыдущей пары. И, соответственно, сумма баллов у них, в общем, солидная. Лоленкова по сумме немножко опережает Козелину все-таки. Но, как это скажется на Габуре, посмотрим. Еще раз мы посмотрим самые важные моменты. Но, Женя-то мы точно увидим на дистанции 5 километров. Что касается Лизы, еще раз повторюсь, вот восьмое место вкупе с 12-м местом на трешке это не гарантия попадания на заключительную дистанцию. Правда, в общем, ниже на Габуре только те, кто плохо, тоже, в общем, не здорово бежал. Надо напомнить, что для того, чтобы попасть в восьмерку, попадая пятерку на 5 километров. Карлайн Актеректе и Наталья Воронина. У Наташи, в общем, задача посерьезнее. Ну, в общем, теоретические шансы, наверное, у нее есть и бороться за медали. Хотя там очень плотная компания. Неизвестно, правда, как Ирейн Вюст будет сегодня бежать после вчерашнего провала на трех километрах. Но Наташе не надо на это оглядываться. Надо бежать в полную силу. И Карлайн Актеректе вполне она может обыгрывать. И личный рекорд у нее на секунду и восемь десятых лучше. Да и в этом сезоне, ну, практически вровень они бегали. Карлайн просто в этом сезоне обновила свой рекорд на полуторки. Ну и напомним, что Актеректе – олимпийская чемпионка на трех километрах. Наташа Воронина – бронзовый призер пятерки последней Олимпиады. И там как раз она несколько сотых, по-моему, выиграла как раз у Актеректе. Широкие такие заходы даже на входе в поворот у Ворониной. Карлайн, в общем, я думаю, что явно не добрала накануне на дистанции 3 километра. Лишь 4.12, пятое место, я думаю, что могла рассчитывать на большее. Слабый кружочек у Наташи, слабый. Сейчас вот нужно подтянуться, сейчас вот этот воздушный карман, который создает Карлайн, нужно использовать и нужно использовать, но не получается. Наташа очень далеко. Тяжело. Тяжело, тяжело, да. Мы видим флаги, как раз ветер дует, судя по всему, в спину на переходной. Сейчас вот здесь немножечко будет в лицо. В общем, Наташа справилась с задачей подтянуться. Подтянуться на втором кругу. Очень ровное прохождение, хочу отметить. Очень ровное. Два круга по 30. 0-0 первый круг и 39-й второй круг. Это очень, очень, как бы, классично. Но пока, пока они достаточно много проигрывают. Предыдущий парик, Азелиной с Лоленковой. Но вот как раз за счет последнего круга, за счет своих стаерских возможностей, ой, немножечко сбивается Наташа в большом повороте, но, тем не менее, чуть впереди голландки выходит она на финишную прямую. И здесь еще остается силы добавить. Но, правда, круг так себе. Да, 32-1, хочу сказать, что сделала Елизавета Козелина. И вот 2-7. В общем-то, два хороших круга, но почему-то третьего не получилось. Видимо, из-за сбоя, который произошел в последнем повороте. Ну, Наталья Воронина. Да, Наталья, конечно, да. Ты сказала, Елизавета Козелина. Да. Но, кстати, это хорошие новости для Козелиной, потому что она, получается, сейчас будет минимум пятой в многоборе. Потому что у Воронины и Актеректы сейчас сумма третья-четвертая. Я думаю, что ничего не изменит для Елизаветы эта сумма, потому что 12-е место на тройке не позволит ей, скажем, выступить на 5-е километры. А кто ее будет выбивать из первой восьмерки? Там ниже нее стояли там Ниатун, которая девятая была. На 5 километров попадают первые 8 человек из тройш-тройки. Нет, ну, если бы ниже нее стоял кто-то, кто бы на трех километрах был бы в шестерке сильнейших, он мог бы ее выбить? В общем-то, да. В общем-то, да. Ну, сейчас посмотрим, давайте, как бы, финальную таблицу все-таки нам. Ирейн Вюст и Мартина Сабликова. Два человека, которые последние 10 лет, ну, можно сказать так, пилили между собой титулы чемпионки Европы, никому не отдавая. Но вот в этом году, я думаю, что чемпион наконец-то сменится. Вот эта вот гегемония этих девушек прервется. Конечно, ну, что касается Сабликовой, мы говорили о том, что она второй сезон не демонстрирует блестящих результатов, возможно, из-за проблем со спиной. Но то, как вчера провалила последние, там, два с половиной круга Ирейн Вюст, меня, честно говоря, просто шокировало. Я даже не скажу удивила, а шокировала, как опытнейшую Вюст, которая и здесь в Ковальбе выигрывала, и тренируется регулярно в Ковальбе, как ее рубанула по ногам эта высота. Думаю, что просто скорость, выбранная на первом кругу, была очень высока для нее. Очень высокая. Ну, а как такой опытный спортсмен, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная с точки зрения олимпийских медалей, количество олимпийских медалей, да и других титулов, спортсменка могла так ошибиться. Но Петр Нового гонит Сабликову вперед. Вот, ну, в любом случае, никто борьбу за медаль не отменял. Очень сильно начало. Вот, кстати, говори, сейчас мы посмотрим состояние Рейн-Вюст по второму кругу, потому что начали они очень быстро обе. Скажем так, не специфично для себя. То есть они... Ну, Вюст привыкает. Вюст, для Вюст это логично бежать быстрее, но первую часть дистанции и потом терпеть. Вюст очень сильно, очень сильно встала сейчас. Очень сильно. И похоже абсолютно, абсолютно на нее. И вот мне интересно в таком состоянии, как она побежит в пятерку. Ну, в общем, объяснение этому можно найти. Понятно, что пик формы планируют спортсмены к февралю-марту. Чемпионатом мира на отдельных дистанциях. И, ну, Сабликова лучшее время на дистанции лучшее. Ну, а Вюст проиграла Козелиной. Да, и выиграла пять сотых у Лаленковой. Да. К сожалению, не видим мы сумму трех дистанций. Обновляется очень поздно. Нет, ну, первое, второе место у Сабликова и Вюст. По сумме они выше Лаленковой, Козелиной, Ворониной и Актеректы. В общем, ну, это логично было. Достаточно большой перевес у них был. Ну, и вот заключительная пара Антуанет де Йонка и Франческа Лолабриджида. Я думаю, что и Антуанет, и ее прорыв в этом сезоне, ну, небольшой сюрприз этого чемпионата. То, как она подготовилась, но и то, что две бронзы с личным рекордом на пятисотке собрала Франческа. Ну, что ж, я уже говорил, рассказывал вчера, что очень расстроена она была после Олимпийских игр, когда не сумела взять медаль в Мастарте. И очень серьезно думала вообще продолжать ей карьеру или нет. Но, учитывая вот эти все спортивные свои корни, потому что и папа ее был чемпионом мира в катании на роликовых коньках, и мама постоянно поддерживала ее. И сейчас, ну, с мамой там немножко другая история. Там последние два года Франческа очень переживала, потому что мама боролась с онкологией. Ну, вот вроде бы, вроде бы все наладилось, все хорошо. И Франческа сама говорит, что вот это позволяет мне больше сконцентрироваться. Она все-таки решила не заканчивать свою карьеру, принять новый вызов и сосредоточиться на отдельных дистанциях. И ее прогресс в этом сезоне на полуторке, на трешке, на этапах Кубка мира, уже попадание в призы не только в Мастарте, а в личных дисциплинах. Это все и говорило о том, что она на этом чемпионате должна ярко выглядеть. Так оно и происходит. Сейчас Франческа вообще вторая по сумме двух дистанций. Ну, достаточно большое отставание от Антуанет де Йонг. Ну, наверное, никто и предполагать бы не мог, что Лола Бриджиде будет с голландками за победу бороться. Ну, она активно начинает, любопытен был, конечно, с психологической точки зрения, фальстарт Антуанет. Она, в общем, тоже волнуется вот в этом новом своем качестве лидера голландской сборы. Может быть, это очередная игра? Может быть, это очередная проверочка? В любом случае? Ну, нет, я не думаю. Каждый элемент это... Я думаю, что де Йонг что там ей проверяет, тем более, что на полуторке? Ну, это голландцы, они в любом случае знают все эти штучки, тонкие психологические моменты и просчитывают дистанцию вот даже настолько. Я уже не говорю про борьбу там на переходных прямых, то, как они борются. Вот мы сейчас увидим эту переходную прямую. Вы сами увидите, насколько для Антуанет де Йонг это принципиальная борьба. Ну, что подберет сейчас на втором кругу? Очень плотно подберет Бриджидо. Ну, в общем, и логично, де Йонг все-таки на секунду и три десятых имеет личный рекорд лучше, чем Лола Бриджидо. Притом, ну, правда, Антуанет этот рекорд из Солт-Нейка, а Лола Бриджидо обновила в этом сезоне свой личный рекорд в Херенвейне. Но все равно 54.86 и в Херенвейне бежала де Йонг. То есть на секунду, ровно на секунду быстрее, чем Лола Бриджидо. Ну, и здесь понятно, что убегает. И, в принципе, если бы старые правила у нас еще действовали, то Антуанет де Йонг вот прямо сейчас становилась бы чемпионкой. В прежние годы чемпион в многоборе мог определиться досрочно, если человек одерживал три победы на трех дистанциях. Ну, и вот выигрывает де Йонг еще одну, третью как раз свою дистанцию. Но Лола Бриджидо тоже выбегает из 58, она вторая по сумме. Да, в восемь соток выигрывает у Сабликовой. На дистанции, но с точки зрения многоборья она выигрывает у Сабликовой солидные, там, по-моему, порядка восьмидесятых баллов. То есть в восемь секунд Сабликовой надул Лола Бриджидо будет отыгрывать на пяти километрах. Ну, сейчас точные все результаты появятся, ну, а что касается Антуанет де Йонг, я думаю, что тут все абсолютно логично. Она долго к этому шла, она все время была, скажем так, тенью и Рейнвюст, но вот третий свой олимпийский цикл, начиная, она из этой тени, похоже, выходит. Ну, что касаемо полуторки, Козелина пятая, Валенкова шестая и Воронина, если я не ошибаюсь. Пятая, а не четвертая. Козелина четвертая. Козелина четвертая, правильно, да. Четвертая. Ну, шесть десяток не хватило для попадания на цветочную церемонию Лизе, но она молодец. В общем, ключевую для себя дистанцию пробежала здорово. Вот итоги де Йонг-Лабриджида Сабликова. Тройка лучших. Козелина, Лаленкова, Воронина, соответственно, четвертое, шестое, седьмое место на этой дистанции. Субтитры создавал DimaTorzok